Первое полугодие 2014 года прожито и пора подводить итоги проделанной работы. В связи с этим администрация городского поселения Видное в минувший вторник провела отчет, на котором исполняющий обязанности главы города Александр Русков рассказал о выполненных обязательствах и обозначил будущие цели развития поселения. Характер заседания нес скорее вид собрания с активом городского поселения Видное, на котором Александр Русков отчитался о проделанной работе за период с января 2014 года, а было сделано немало. Например, автопарк Видновского ПТП одним из первых в регионе пополнился новыми автобусами. Запущены дополнительные автобусы в шестомик район, а в скором времени и в новый район Завидное станет ходить общественный транспорт. Уже идет сбор подписей. Активно ведется строительство жилых домов и реконструкция социальных объектов. В 2014-2015 годах за счет средств бюджета города Москвы, перечисляемых Московской области, в качестве компенсации за переданные в 2012 году территории Ленинского района, в городе Видное предусмотрен капитальный ремонт или реконструкция с модернизацией шести детских садов, семи школ, а также строительство инфекционного корпуса Видновской районной больницы, реконструкция стадиона «Металлург». На заседании присутствовал глава Ленинского района Сергей Кошман. В своей речи он отметил, что администрация Видного успешно справляется с поставленными задачами и подчеркнул высокий уровень работы временно исполняющего обязанности главы города Александра Ускова. В одном отчете все, что было выполнено за полугодие, вместить проблематично, поэтому такие доклады было предложено проводить чаще, например, раз в квартал. Также Сергей Кошман рассказал присутствующим о новом порядке выборов глав муниципалитетов и поселений. МОСУБЛДУМА приняла для некоторых муниципальных образований поселений новый порядок избрания главных руководителей в районах и в поселении. Для Ленинского района теперь больше прямых выборов главы Ленинского района нет. И в городском поселении Видном тоже прямых выборов больше главы городского поселения нет. Теперь будем и глав поселения, и глав района избирать из состава совета депутатов, которые есть. Ну и как же не поблагодарить за успешную работу людей, которые помогают городу быть лучше? Почетные грамоты за добросовестный труд получили наиболее трудолюбивые жители. Вот, например, Виктория работает на предприятии «Гипсобетон» уже 11 лет. Хотела бы извинить благодарность всем моим коллегам, с которыми я работаю, начальникам, ну и пожелать успехов в дальнейшей работе. Продуктивно работать в непростое для всей страны экономическое время тяжело, но администрация городского поселения Видное при помощи Ленинского района и правительство Московской области старается выполнять поставленные задачи. Это стало ясно по итогам отчета. Конечно, говорить нужно в целом по году, когда уже все выполнено, потому что основные работы приходят все-таки на третий квартал. Я надеюсь, я уверен, что мы справимся с поставленными задачами, тем более вы слышали, расходных обязательств взято на сумму 660 миллионов, при том, что бюджет был утвержден на сумму 595 миллионов. Я уверен, что мы эти задачи выполним, закроем год удачно, без каких-либо потрясений. Планы у города на будущее грандиозные. Совместно с правительством Московской области планируется реализовать проект по строительству легкого метро от 6 микрорайона. В рамках губернаторской программы осуществляется капитальный ремонт бани, также идет поиск инвестора для восстановления бани в Расторгуеве. Уже введена до 2038 года программа по замене устаревших лифтов, а и в городе около 180, и в ближайшее время поменяют 6. И состояние дорог сулит улучшения. В третьем квартале начинается капитальный ремонт дорожного покрытия на некоторых улицах Видного. Одним словом, вскоре город должен стать более комфортным для проживания. Юлия Погосян, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ.